Я бы хотел начать вот с чего. Заголовок издания Time. Экономика России движется к коллапсу, способному свергнуть режим Путина. Один день войны против Украины обходится российскому бюджету в 1 миллиард долларов. Так почитали аналитики. Действительно ли экономика движется к коллапсу? Правда ли, что это станет, возможно, причиной свержения режима Путина? И насколько верны вот эти цифры в 1 миллиард долларов ежедневно? Юрий, прослушав эту заметку, я вам предлагаю выбросить газету New York Times и больше никогда ее не читать. Знаете, как в известном романе Михаила Бугакова «Собачье сердце» вы не читаете по утрам в советской газете. Так других же нет, а вообще не читайте. Вот если просто взять 1 миллиард долларов в день, умножить на 365 дней, то вы получите 365 миллиардов долларов. Это примерно равно годовому бюджету Российской Федерации по расходам. Ну, мы же понимаем, да, что эта цифра явно, ну, как-то вот, знаете, вот при самой примитивной проверке на реалистичность она не выдерживает. Потому что не может, ни одна страна, ни в какой ситуации не может все деньги бюджета тратить только на войну. Даже если это вот самая тяжелая война, даже, не знаю, там, Советский Союз во время Второй мировой войны, Гитлеровская Германия во время Второй мировой войны, все равно какая-то часть бюджета уходила, ну, хотя бы на содержание государственной бюрократии. Да, не говоря уже о том, что есть здравоохранение в Российской Федерации, медицина, поддержка промышленности, поддержка регионов, ну, и так далее. Вот просто, что называется, по-своему. Вот, поэтому сразу говорю, да, что, ну, нужно ли дальше обсуждать, что российская экономика движется в коллапсу. Ну, наверное, можно согласиться с этим тезисом, только давайте договоримся, что такое коллапс. Ведь вот, когда в 1917 году большевики взяли власть в России, то, в общем, создали такую абсолютно уникальную экономическую систему, построенную централизованным планированием, то результатом этой системы через 75 лет мы увидели стал коллапс Советского Союза. Да, потому что экономическая система, она не выдержала вот той нагрузки, которую на нее возложили. Плюс к тому она оказалась так системой, которая не производила ничего конкурентоспособного в глобальной экономике. Вот если мы в качестве критерия коллапса будем считать, что производит или не производит российская экономика что-то, кроме сырья, что можно продать на внешнем рынке, то да, конечно, российская экономика движется в коллапс. Потому что своих технологий Россия никогда не создавала, всегда импортировала технологии. Ну и если этот курс продлится лет 30-40-50, то да, там через 50 лет у российской экономики не будет ничего такого, кроме сырья, что она может продать на мировом рынке. То есть наступит вот в таком смысле коллапс. Вот. Все остальное, любое другое определение коллапса, что в бюджете не будет денег, Путин начнет рвать на себя остатки волос и говорит, что я не могу финансировать войну, поэтому давайте войну остануем. Ну это все бред силой Кабуна. Меня, честно говоря, удивляет такое низкое качество экспертизы. Ну опять, видимо, пропаганда, она живет не только в Кремле, но и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Тогда давайте, пожалуйста, соблюдать вот эту информационную стерильность. Расскажите, пожалуйста, исходя из собственного опыта и знаний, тем более таких, к чему это все ведет? Сколько в действительности Кремль тратит на эту войну? Как долго он сможет ее финансировать? И приведет, и самое главное, к чему подводят аналитики Эдэ Тайм, это к свержению режима. Возможно ли это вообще в России? Свержение режима в России возможно. И если посмотреть на российскую историю, то было нескольких таких эпизодов. И за последние, с начала 20 века, это 1917 год, два раза свергали режим. И фактически 1953-1956 сталинский режим ломали. И в 1964 году Никита Хрущева сбрасывали. И в 1991, что называется, Советский Союз окончательно распался. То есть, в общем, сказать, что нельзя развалить эту государственную машину, это неправда. То есть, мы уже за последние 120 лет видели несколько таких случаев. Поэтому ответ на этот вопрос звучит достаточно просто. Да, можно. Второе, мы смотрим, были ли в истории, ну не знаю, скажем, глобальные истории последних, ну не знаю, 80 лет после окончания Второй мировой войны, случаи, когда страны и политические режимы рушились из-за неспособности справиться с экономическими проблемами. Ну да, наверное, тот же самый Советский Союз в 1991 году. Но надо сказать, да, что советская система образца 1991 года, она была построена на централизованном планировании. Она не была рыночной, и, собственно, несмотря на то, что уже в 87-м году политбюро ЦК приняло решение, что нужно пересматривать всю систему цены, чтобы сделать ее более адаптивной, чтобы сбалансировать экономику, ничего сделано не было. Ну и, естественно, любая система, если ее не восстанавливается, если не восстанавливать равновесие, в ней не восстанавливать равновесие, она так рано или поздно рассыпется. Ничего похожего сейчас в России не наблюдается, цены в России свободные. Вот мы видим даже, что курс рубля там уверенно движется вниз, и как-то вот уже никого это не беспокоит. И Центральный банк на это смотрит спокойно, и Минфин на это смотрит спокойно. А пресс-секретарь Путина, господин Песков говорит, так, вообще макроэкономическая ситуация лучше, чем мы планировали. Ну то есть вот вообще никого не волнует, какой является курс доллара, лишь бы самая главная экономика приходила на равновесие. Ну вот не волнует Центральный банк, не волнует Пескова, не волнует, возможно, Путина, или там, я не знаю, кто там отвечает в Министерстве экономики за все это, если они, конечно, это когда-то отношение. Но, возможно, волнует граждан, потому что во многих российских пабликах там буквально паника. Или я ошибаюсь? Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, потому что я хочу закончить, что нет, не было случаев, когда экономические системы рушились под тяжестью, политические системы рушились под тяжестью экономических проблем. Посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Иран. Вот что под санкциями они не рушатся, что из-за экономических проблем они не рушатся. Посмотрите на Зимбабве, где не было санкций, где была ужасающая инфляция, гиперинфляция. И ничего, жили, живут и, в общем, как-то радуют. Ну, нельзя сказать, что они процветают, но, в общем, точно совершенно политические режимы не меняются. Насчет того, как российские граждане реагируют на падение курса рубля, нужно хорошо понимать, что 60% российских семей, они вообще не имеют никаких сбережений, ни рублевых, ни валютных, ни акций, ни облигаций. Поэтому обсуждать с ними курс доллара, ну, они доллара никогда не видели, никогда не знают. Ну, то есть они, может, видели эту картинку, но в руках его не держали, и зачем он нужен, они не понимают. Поэтому считать, что там, даже если российское население падает, не знаю, там, в ступор и отказывается выходить на работу из-за того, что вчера доллар стоил 80 рублей, а сегодня он стоит 90, это неправда. Вот. Другое дело, что по российскому населению рано или поздно это ударит в виде ускорения инфляции, потому что четверть продовольственного рынка – это импорт, половина непродовольственного рынка товаров – это импорт, и понятно, что уторожание импорта, оно так или иначе скажется на потребительских ценах. Но если посмотреть на опросы общественного мнения, собственно, к росту цен россияне привычны, и это всегда является проблемой номер один в социологических опросах. Когда спрашивают россиян, какие проблемы вас волнуют больше всего, рост цен инфляции всегда указывается на первом, очень-очень редко, когда переходит на второе место. Да, то есть вот сказать, что вот именно это падение рубля, оно как-то сильно повлияет на россиян, ну, опять, вот, знаете, не надо выдавать желаемое за действительное. То, что это, там, вызовет инфляционное давление? Да. Волнует ли кого-то в Кремле инфляционное давление? Нет. Потому что есть министр финансов, который на девальвации рубля с 1 января до 1 июля за 6 месяцев получил полтора триллиона рублей. Просто оценка его фонда национального благосостояния, полтора триллиона рублей, ну, это 5, примерно 5 процентов расходов российского бюджета за год. Ну, то есть, вы понимаете, вот просто есть всегда, есть бенефициар, кто от этого выигрывает. Поэтому вот в этой части, ну, как сказать, да, проблема есть, да, люди, у которых в крупных городах, у кого то ли импортных товаров в структуре потребления больше, они это почувствуют сильнее. Люди, которые хотят покупать автомобили, они это почувствуют сильнее. Те, кто позволяет себе поехать за граничную поездку, не знаю, там, в Турцию, во Вьетнам, в Китай или куда-то еще можно, в Арабские Эмираты, в Иран, тоже почувствуют на себе это сильнее. Но подавляющая часть россиян, да, конечно, увидит рост цен, но он ничем не будет отличаться от того, что они видели там 3 года назад, 5 лет назад. Они уже к этому привыкли. Следующая часть вашего вопроса, когда у Путина кончатся деньги на войну. Нужно очень четко понимать, что Украина подверглась страшному военному нападению, и практически вся экономическая система, политическая система Украины, она противостоит вот этой агрессии. Задействованы максимальные ресурсы, и мы видим, что собственных ресурсов у Украины не хватает, и значительная часть поддержки идет от западных стран, которые поддерживают Украину в ее справедливой борьбе. У России ситуация другая. Если посмотреть на масштабы российской территории, на масштабы российской экономики, на размер российского населения, для России это ограниченная война где-то на периферии ее пространства. Ну, это, конечно, нельзя назвать, что это там чеченская война образца там 94-го, 96-го или даже 2000-х годов. Это крупнее, более крупная, но это война, которая не затрагивает основную часть российской территории. Ну, подумаешь, там часть Белгородской области, часть Курской области, ну, даже там в Ростове какие-то танки появились. Ну, в принципе, остальная часть населения вообще мало чего об этом знает и никак не подвержена. Российские промышленные объекты не разрушаются, там российские нефтепроводы не разрушаются, российские газопроводы не разрушаются, линии электропередач стоят на месте, банковская система работает бесперерывно. Ну, вот, что, какие страдания такие несет российская экономика от войны. Вот, и, соответственно, сейчас возвращаясь, как бы, к начальной части, с чего мы начали сегодняшний разговор, о военных расходах. По моим оценкам, за первые 12 месяцев российский бюджет потратил на войну около 5 триллионов рублей. Это примерно одна шестая часть российских бюджетов за 2022 год. То есть, каждый шестой рубль из российского бюджета шел на финансирование войны. Много это или мало? Это очень много. 5 триллионов рублей – это колоссальные деньги. Вот, но нужно понимать, что там 5 из 6 рублей бюджетных, они шли на другие цели. Да, и говорить о том, что у Путина не хватит денег, ну, это примерно то же самое, как этот известный анекдот, который все постоянно цитируют, да, папа, водка подорожала, ты что, теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Вот, и поэтому у Путина всегда есть возможности сократить какие-то другие расходы. Вот, посмотрите, у него постоянно идет риторика о том, что нужно помогать бедным, нужно поддерживать пенсионеров. Я такой великий, могучий, я поднял пенсии, я проиндексировал пенсии. А соотношение средней пенсии и средней зарплаты за время путинского президентства, уверенно, идет вниз. Было 37%, сейчас 27%. Но ведь пенсионеры же этого не видят, они не знают этого показателя. Им кажется, что действительно Путин дал 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, и они уже чувствуют себя комфортно. Путин заботится о нас. О том, что они стали жить хуже, ну, им же об этом статистику они не читают, в газетах об этом не пишут, по радио об этом не говорят. Вот, поэтому у них иллюзия, что Путин о них заботится. Поэтому печальный ответ на вопрос, вот в том масштабе, в тех размерах, в которых война затрагивает российскую экономику, Путин сможет ее финансировать достаточно долго, ну, если не сказать, бесконечно. Очень печальный прогноз. Печальный. Слушайте, вот если вы хотите услышать сказки, да, что завтра Путин... Нет, я понимаю, я все хорошо понимаю, поэтому спасибо, Даймс. Читайте газету New York Times, она вам все объяснила, что российская экономика идет к коллапсу. Напишите только письмо редактору, скажите, когда будет этот коллапс, там, сколько нам надо еще продержаться. Да, я так там, ну, во-первых, да, скажем, что это New York Times, а Time это британское издание, если не ошибаюсь, сейчас коллеги меня должны исправить. Но, тем не менее, все равно, да, спасибо, что объяснили, это очень важно, потому что мы должны понимать, к чему нам готовиться в первую очередь. И вот здесь, в таком случае, позвольте я, чтобы поставить точку в этой теме, хотел бы обратиться к вам со следующим вопросом. А ведь действительно, мы вспоминаем, да, то, что предшествовало этой войне. Это грандиозная санкционная практика в отношении других режимов, например, там, Иранского, Северной Кореи мы вспоминали, Сирия и прочее, прочее. Неужели нельзя было сделать соответствующие выводы, чтобы понять, что санкции, тем более такие, я не знаю, бутафорские ли это санкции, формальные санкции, а может они действительно очень сильные, мощные санкции, что они не приведут к ожидаемому результату или приведут в какой-то необозримой перспективе, например. Возможно, тогда это не тот путь, который изначально избрали, да, западные страны. Нужно было по-другому, более решительно действовать. Или это тот путь, но нужно его усилить каким-то образом? Что вы думаете? Ну, смотрите, санкции – это инструмент дипломатии, да, санкции – это инструмент воздействия на внутреннюю, на внешнюю политику той или иной страны, на которую вы подвергаете санкциям. И, скажем, бессмысленно обвинять санкции, что они там плохие, хорошие, ими можно пользоваться, ими можно не пользоваться. Нужно понимать, что санкции могут снизить уровень жизни, санкции могут затормозить, там, снизить темпы экономического роста, но санкции не приводят к смене политического режима. И тем более санкции не останавливают войну, которая, ну, такая вот иррациональная, да, маниакальная война, война маньяка, которым не отдает себе отчета в том, что, как устроен современный мир. Вот. Но абсолютно точно задали, хорошо задали вопрос, и в нем есть вторая часть. Означает ли это, что дипломатия ограничивается только санкциями? Нет, не ограничивается. У дипломатии есть другие инструменты. И крайним проявлением внешней политики является война. Ну, поскольку, естественно, западные страны ни в каком кошмарном сне не хотели увидеть войну с Россией, то говорить о прямом, о прямой военной поддержке, то есть об участии стран НАТО в защите Украины речи быть не могло. Но, конечно, там, то, что Запад, знаете, его известный термин, too little, too late, да, очень мало, очень трудно. То есть вот осознание того, что Украина может выстоять в этой войне, осознание того, что Блицкриг... Ведь тема Блицкрига была не только в голове у Путина, что он считал, что это возможно. Собственно, и американские военные тоже делали свои оценки еще, да, что Блицкриг реален, да, и что, скорее всего, Киев падет за 96 часов. Вот. Но выяснилось, что Киев не упал ни за 96 часов, ни за 96 дней, там, вот уже там 500 дней, да, и до падения Киева, не знаю, скорее Москва, Кремль упадет, да, флаг почти один раз уже упал, но в следующий раз точно упадет. Вот. И, соответственно, здесь возникает вопрос, а почему Запад так медлил у нас выделение вооружения? То есть реально вот то, что Запад мог... Запад, скажем, я уже говорил, хочу повторить, помощь Запада в поддержке Украины, экономика Украины, бюджета Украины безумно велика. А без этого Украине была бы экономическая катастрофа, дополнение к военной катастрофе. Вот. Но выделение оружия, ну, если бы все, что выделено по состоянию на сегодня, было бы делено в первые пять месяцев войны, то я думаю, что война уже давно закончилась. Да, но вот у западных политиков, мне кажется, что у них есть, знаете, такой врожденный синдром, который с самого начала этой войны, они очень понимают, как должен выглядеть конец. Да, то есть они четко для себя осознали, что Путин не должен победить, но они точно так же боятся согласиться с тем, что сценарий окончания войны это Путин проиграл. Потому что вот мы видели во время Пригожинского путча, да, сообщения западных СМИ, американских газет, да, о том, что были звонки из Вашингтона в Киев, только ребята, к ресторане, ничего не делайте и не раскачивайте лодку еще сильнее. Потому что вот эта боязнь, то есть иллюзорная вера в то, что путинский режим означает стабильность в России, что стабильность это контроль за ядерным оружием, ну это вот просто, знаете, догма, которая уже показала свою, что называется, необоснованность, она показала ее в 91-м году, когда Советский Союз развалился и ничего с ядерным оружием не случилось, хотя оно разделилось между четырьмя странами. Ну и то же самое здесь, куда уж больше нестабильности, да, когда там фактически, не знаю, все же там, 5-6 тысяч человек могут доблестным маршем пройти по территории страны 800 километров, и их никто не останавливает. Ну уж куда более стабильную ситуацию можно найти. То есть вот догма, что Путин равно стабильность, а нет Путина, нет стабильности, да, вот это вот, к сожалению, в головах западных бюрократов, в первую очередь американских бюрократов, это такая догма, как говорил бывший президент России Медведев, отлита в граните, да, вот у них это отлита в граните, и они с этой позиции не сдвигаются. А, соответственно, если вы, как Запад, не хотите, чтобы Путин проиграл, вот дальше следующая, соответственно, абсолютно адекватной реакцией является, что поставки оружия Украины должны идти очень маленькими дозами, по чуть-чуть, понемножечку, да, чтобы, не дай бог, Украина не несла разгромное поражение российской армии. Вот, собственно говоря, может ли что-то Запад делать, да, может, что он должен сделать для того, чтобы ситуация и военная, знаете, как, изменение и военной ситуации на фронте, и политической ситуации в России может произойти в результате, радикально, в результате одного единственного фактора, да, военной победы Украины, причем такой разгромной военной победы Украины, когда российская армия побежит. Это точно совершенно окажет серьезнейшее влияние на всю политическую ситуацию в России. Ну, вот, если, там, президент Зеленский говорит, что оружия мало, и мы не можем проводить те наступательные операции, которые хотели, ну, значит, Запад осознанно соглашается с этим. Редактор субтитров А.Семкин